Я хочу говорить сегодня на тему Рецепт счастливой христианской жизни Друзья, каждый из нас наблюдает Периодически мы видим, как другие люди живут И нам кажется, они живут лучше нас У них как-то в семейной жизни по-другому Они успешнее, они выглядят успешнее Некоторые из них сияют постоянно, как звезды Замечая эту очевидную разницу, мы приходим к выводу Что, видимо, у таких успешных людей Есть скрытый свой рецепт счастья Успешного человека И вообще, каким-то образом они нашли Вот эту золотую жилу И теперь они благоденствуют Друзья, иногда некоторые из нас проводят немало времени Для того, чтобы найти этот ключ Этот таинственный код Или рецепт того, каким образом Мы можем жить счастливой христианской жизнью Я хочу сказать, что, о чудо, он есть Этот рецепт есть Есть этот ключик, которым открываешь эту дверь Дверь успеха, дверь благословения Дверь радости и дверь благоденствия Существует и в практике жизни Очевидно, мы можем пережить это И мы можем в своей судьбе иметь реальные плоды Если, еще раз, если Если мы найдем, узнаем и применим этот рецепт Счастливой христианской жизни Я хочу говорить сегодня о внутреннем мире каждого из нас Ведь внешнее проявление и то, что видят наши глаза Это не что иное, как результат внутренней жизни каждого человека В Библии вообще очень ясно написано о том, что Временное видимое, невидимое, вечное То есть духовный мир, который не видят наши физические глаза Он вечный И в Библии написано, что из невидимого происходит видимое То есть первично духовное, а потом внешне душевное Как выглядим мы, как мы живем Я хочу сказать о том, что на самом деле Когда Иисус был на земле Иисус показал собою этот пример жизни Целеустремленной, счастливой жизни Которая была роздана другим людям Для того, чтобы другие люди увидели, нашли И пришли к этому жизненному успеху Иисус сказал Я есть им путь и истина и жизнь Никто не приходит к Отцу, как только через Меня Иисус говорит Я дорога Ты хочешь прийти к источнику счастья Я путь, я истина, я жизнь Иди через Меня, поверь в Меня, прими Меня Открой свое сердце передо Мною Потому что Я есть путь и истина и жизнь Представьте себе, что Иисус среди нас сегодня в теле Или мы с вами перенеслись на 2000 лет тому назад В тот период, когда Иисус ходил по земле Я не знаю, как вы, но я лично хотел бы с Ним встретиться Я хотел бы пообщаться с Ним Я думаю, что те люди, которые были рядом возле Иисуса Они настолько сильно изменились И это была мечта многих из них Помните, там Симон, видный человек Пригласил Иисуса к себе домой И общался с Ним Иисус у тебя дома Или ты с Иисусом у Него дома А у Него дома не было, Он ходил все время Или ты с Иисусом там, где Он Какое счастье Какая радость Друзья, ну, на самом деле Джон Бивер, один из известнейших авторов Современник наш Он посчитал Он сказал, что если бы у Иисуса Была возможность в течение одной минуты Пообщаться с человеком Всего одна минута Ты даже не откроешь свое сердце за одну минуту Ты только справился с эмоцией Когда приблизился к Нему Но у тебя есть всего 60 секунд И Иисус смотрит И дает тебе нераздельное внимание Всего 60 секунд И если бы в течение 14 часов Потому что человек все-таки должен как-то отдохнуть Принять пищу еще Иисус с утра до вечера Сидел бы и давал бы все свое сердце Каждому нуждающемуся Всего одну минуту Тебе одну минуту Джон Бивер посчитал Что нужно было бы Тысячу 190 дней Чтобы встретиться с одним Миллионом людей Это три года, больше трех лет Чтобы встретиться с одним миллионом Людей Три года сидел бы в Новосибирске И всего одну минуту дал бы Каждому человеку А на земле сегодня, как известно Больше семи с половиной миллиардов Проживает Поэтому Иисусу понадобилось бы Более двух миллионов лет Чтобы уделить одну минуту Тебе И если ты стал бы в очередь То тебе надо было бы подождать Больше двух миллионов лет Чтобы Иисус Своё внимание Уделил бы тебе В течение одной минуты И вот текст из Библии Который хочу положить в основание Иоанна 16,7 Иисус говорит Я истину говорю вам Лучше для вас, чтобы я пошёл Ибо если я не пойду Он говорит вообще о том, что он уходит из земли Он говорит Лучше для вас, чтобы я пошёл Ибо если я не пойду Утешитель не придёт к вам А если пойду То пошлю его К вам Он говорит об утешителе Он говорит о наставнике Он говорит о том, что Лучше для вас, чтобы я ушёл с земли Вам не понадобится больше двух миллионов лет Стоять или ждать Ожидая встречи со мной Лучше, чтобы я пошёл Потому что, когда я пойду Утешитель Святой Дух Придёт К вам И я хочу Говорить о том, что Святой Дух Это тот же Иисус Только Без ограничения Вместо того, чтобы сожалеть О том, что мы не живём во времена Иисуса Нам необходимо для себя открыть Личность Святого Духа И Настолько Близко Насколько возможно Приблизить Его Наполниться Им Погрузиться в Него Подчиниться Ему И Вместе с Ним Проживать Жизнь На этой земле Я задам несколько вопросов Попробую на них ответить Так быстро Экспронтом Потому что не позволяет время Раскрывать это А потом покажу Несколько Иллюстраций Одно из них в Библии И Если будет время Ещё может быть О том, как Дух Святой Действует в нашей жизни Хочу из жизни Дать несколько примеров Итак, первый вопрос Кто такой Святой Дух? Друзья Дух Святой Это Бог Абсолютно Всё то, что мы можем Отнести по отношению к Богу Все слова Все атрибуты Которые описывают Бога Мы можем смело Отнести к Святому Духу И мы увидим Что это правда Оно так и есть Я выделю Три главных Атрибута Бога Бог вездесущ Он везде Он Всё Собою Наполняет Для Него Не существует Границ Он Всеведущ Он Знает Абсолютно всё И Он Всемогущ Для Бога Не существует Слишком тяжелого камня Который Он не мог бы поднять Или какой-то другой проблемы Которую Бог не мог бы разрешить Он Словом Создает Миры Он Созидает И никто не может Разрушить То, что делает Бог Он Разрушает И никто не может Воссоздать Если это разрушил Бог Он Вездесущ Всеведущ И всемогущ Если кто-то из подростков Ходит Как бы Мнит о себе Что Он Бог То вы задайте Ему Эти три вопроса Ты вездесущ Ты всемогущ Ты Всеведущ Ты всё знаешь И сразу понятно Что Никто из нас Не является Богом Но если вы отнесете Эти три атрибута К Святому Духу То вы получите Положительный ответ Дух Святой Всё знает Всеведущ Дух Святой Везде Вездесущ Дух Святой Всё может Он Всемогущ Возникает вопрос А можно ли поклоняться Святому Духу И мой ответ следующий А можно ли поклоняться Богу Да В Библии написано Господу Богу Твоему служи Или Господу Богу Твоему поклоняйся И Ему Одному служи Следовательно Если ты поклоняешься Богу То ты поклоняешься И Духу Святому Поклоняешься Также Иисусу. Можно ли молиться Святому Духу? Конечно, можно. Точно так же, как мы молимся Богу, точно так же ты можешь обращаться к Святому Духу. Более того, мы знаем, что Бог восседает на тронном земле или в тронном зале на небесах. Мы знаем, что Святой Дух сейчас на небе. Он рядом со мной. Поэтому так естественно обращаться к Святому Духу. Дух Святой, доброе утро! Однажды Бенихин написал такую книгу. Доброе утро, Дух Святой! Я поднимаюсь. Доброе утро, Дух Святой! Дух Святой, пойдем со мной в этот день. Дух Святой, веди меня. Дух Святой, наставь меня. Дух Святой, что ты думаешь? Подскажи мне. Дай мне чувствование. Дай мне понимание, что мне делать. Как мне говорить или не говорить? И что мне говорить? И Дух Святой всегда будет с тобою. Возникает еще один вопрос. Кто такой? Дух Святой Бог и все. Он не только Бог. Он также личность. Есть три вещи, которые определяют любого индивидуума как личность. Это разум, его воля и эмоции. И мы знаем, что у животных нет разума, поэтому они не являются такой личностью. У них есть свой характер, своя воля, эмоциональная часть. Но когда мы относим эти три момента к Святому Духу, то мы знаем, что Дух Святой имеет разум, у Него есть воля и Он испытывает различные чувства. Я перечислю некоторые из них, которые в Писании очевидны. Дух Святой оскорбляется. Дух Святой любит. Дух Святой закрывается, или не закрывается, а ну вот оскорбляется. Он унижен, угашен. Там сказано, Духа не угошайте. То есть Он угошен. Дух Святой угошен. Хотя Дух Святой это очень мощная личность. Очень сильная личность. Дух Святой раздвигал чму в бытие в первой главе. И Он творил весь этот мир. Но при этом Дух Святой, который живет, в человеке, Он зависим от самого человека. Это означает, что если человек не обращает внимания на Святого Духа, и если человек живет по плоти, и если человек делает, что он хочет, и если человек, просто-напросто получив крещение Святым Духом, побежал дальше и делает так, как он считает нужным, не советуясь с ним, Дух Святой находится в униженном состоянии в самом человеке. Итак, Дух Святой это Бог, Дух Святой это личность. Он хочет общаться с тобою и со мною. Он очень ценит это общение. И для Него, как для личности, ты важен, как личность. Некоторые из нас были очень унижены в своей личности, в детстве, в юности, там, где мы учились, нас не слушали, нас унижали, принижали, раздавлены мы были, мы как-то вот скомканы, какие-то внутри, где-то не знаем, правильно ли мы думаем, а Дух Святой Он поднимает тебя, исцеляет тебя внутри, Он делает тебя целостным и здоровым. Дух Святой это Бог, Дух Святой это личность, Дух Святой это утешитель и советник. Иоанна 14, глава 16, стих. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему, 26 стих, и наполнит вам все, что я говорил вам. Утешитель, ты не можешь быть в унынии так сильно, что ты просто раздавлен, ты не можешь быть в депрессии, потому что придет к тебе Святой Дух, который есть утешителем твоим. Он научит, он наставит, и он напомнит все, что Иисус говорил раньше. Давайте откроем Бытие 24 главу. Бытие 24 главу. Я хочу вместе с вами совершить одно удивительное путешествие. Путешествие в тот старый мир, в те годы, когда еще жил Авраам, и когда Авраам, написано, уже был стар в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему старшему в доме, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Вот интересно как. У Авраама был сын Исаак, Исаак подрост до того времени, что уже пора ему жениться, уже не маленький, не мальчик, и пора найти ему жену. Интересно, что папа, папа об этом заботится, отцы заботятся о том, чтобы дети были устроены в жизни, они молятся, у них взгляд отцовский, они знают, что лучше для своей дочери, для своего сына, и он берет раба своего. Интересно, раб в доме у Авраама, тот, которому Авраам доверил все, имя его Елиезер, доверил все, доверенный раб. Здесь очень интересно, я верю, что Господь точно так смотрит на многих из нас и хочет нам доверить управление в его царстве, доверить нам судьбы, доверить нам тайны сердца своего. Бог говорит, я ничего не делаю, не открыв рабам своим, пророкам прежде, он хочет доверить нам. А рядом есть сын, а он берет раба и говорит, пойди вот в ту землю и там, и там Господь должен дать тебе невестку, жену моему сыну. Он говорит, дай мне свою руку и давай пообещай мне, клянись мне, что ты не приведешь никого вот из этих людей. Он видел, что они не живут свято, но приведешь оттуда, приведешь девицу для моего сына. Потом история разворачивается таким образом, что этот раб Елиезер идет, приходит там очень далеко, уходит, приходит в одно место и приходит к источнику воды. Ну, вообще, не просто идет, у него десять верблюдов с ним, они навьючены подарками, и это не просто раб, такой раб, знаете, вот такой раб, такой несчастный, такой раб, такой худой, нет, это человек, у которого свои есть, рабы также, он служит Господину своему, он очень верный, и он приходит, приходит к источнику, у него одна задача, он хочет найти невесту, невесту для сына своего Господина, он так любит Господина своего, он все свое сердце отдал, это задача всей его жизни, найти невесту, найти эту девушку трудолюбивую, красивую, богобоязненную, любящую Господа, верную, которую он привел бы, привел бы к сыну своего Господина, и вот действие разворачивается, здесь в Библии прямо так написано, он пришел к источнику, и мысленно так рассуждает, и думает, что вот, а там идут девушки, он говорит, я спрошу у них, кто из них мог бы дать мне напиться из кувшина, то есть, и вдруг он прикидывается, что он жаждет, что он такой, ну, жаждущий, что у него так ничего вроде и нет, и он такой несчастный, а тут таких, знаете, десять верблюдов стоят навьюченных, и он подходит, и одна из них побежала к нему навстречу, и он говорит, я пить хочу, и она говорит, пей, вот, из моего кувшина, пей, я напою тебя, и я также напою и верблюдов твоих, и она начинает носить, носить, вот, этим кувшином, верблюд пьет очень много, от восьми до шестнадцати ведер, если взять там среднее число, двенадцать ведер, десять верблюдов, сто двадцать литров воды, один верблюд выпивает, а десять верблюдов, это больше тысячи, тысячу двести литров девушка кувшином носит, а он стоит и смотрит на это, и общается с Богом, с Духом Святым, история заканчивается тем, что когда она напоила и его, и верблюдов, то он тогда говорит, подожди, не уходи никуда, что-то у меня есть для тебя, подходит к одному из верблюдов, достает свою поклажу, и там у него подарки, у него золото, у него серьга, у него запястья такие, богатые, хорошие подарки, он начинает одаривать ее, он начинает одевать ее красивыми подарками, но если будете дальше читать, то вы просчете, что имя этой девушки Ревека, и она стала, в конечном счете, она стала матерью патриархов, двенадцати патриархов, и она стала женой Исаака, эта история имеет счастливый и прекрасный конец, почему я рассказал о ней, потому что здесь есть картина, в которой мы можем увидеть работу Святого Духа, и если мы возьмем как символ эту картину, то мы увидим Авраама как отца, он правда отец, он патриарх, он правда отец, отец множества, Бог так сказал ему, и это символ Бога, отца, у Авраама есть сын, у Бога есть сын, Иисус, и есть управитель, которому Авраам доверил все, все управление, отец доверил все Святому Духу, и здесь он выражен в образе Елиезера, и Елиезер отправляется в дорогу, далеко, в дорогу, зачем? Чтобы там найти невесту, чтобы там ее узнать и привести ее к сыну своего Господина, и это картина того, как Дух Святой, когда Иисус поднимается на небо, Он говорит, Дух Святой, иди на землю, там мои дети, там церковь моя, и ты приготовь их, приготовь их, потому что я вернусь, еще немного, и я вернусь, я приду за ними, я приду на облака, и у нас будет свадьба, и мы обвенчаемся, и мы будем едины, и мы увидим друг друга лицо в лицо, Бог, конечно, видит тебя, но ты увидишь Иисуса лицо к лицу, ты просто соединишься, с ним, но сейчас мы на земле такие обычные, плотские, земные, с нашими вопросами, нужными, трудностями, какими-то, может быть, сложностями, которые нас мучают, раздражают, с характером нашим, и Отец говорит, Дух Святой, иди на землю, и приготовь, приготовь, приготовь каждого из них, очисти их, измени их, благослови их, помажь их своим присутствием, надели их властью противостоять против похоти, против греха, измени мышление их, чтобы они не думали так низко, чтобы они не думали так естественно, чтобы они входили в сверхъестественный мир, в Божье присутствие, и в этом присутствии, чтобы они ощущали и понимали, что Бог хочет сделать, что делает Господь сейчас, и это работа Святого Духа. Итак, в этой истории мы видим, как Елизер идет, отправляется за невестою, он находит ее, эту девушку, она была трудолюбивой, она была умничкой, он находит, он узнает ее, он вступает в отношения с ней, и в течение, не знаю, нескольких часов, может быть, пяти, шести, восьми часов, когда она носит эту воду, я не думаю, что он стоял молча, он рассуждал, размышлял, молился, смотрел на нее, может быть, спрашивал ее о чем-то, и таким образом, в конечном счете, он ее одарил, он дал ей подарки, дары, а потом сказал, пойдешь ли ты со мной в дорогу, это работа Духа Святого, он находит тебя и меня, просто в нашем мире, там, где мы жили обычной жизнью, он нашел тебя, он пришел в твою тьму и включил там свет, он пришел в твой кризис, и он использовал эти обстоятельства, чтобы привести тебя к Иисусу, он пришел в твою пустоту, где ты просто потерял цель и смысл жизни, он пришел туда, он пришел в твою разбитую семейную жизнь, он пришел к тебе, когда ты просто был уже обманут очередной раз, или он пришел к тебе, когда ты был на вершине славы, на Олимпе своем, и показал, что это все блеф и пустота. Сегодня тебя поднимают, завтра тебя опускают, и никто потом и не вспомнит о тебе. И ты задумался о Боге. Это был Дух Святой. Он нашел тебя. И Он вступил с тобой в отношения. И Он поселился в твое сердце. Если ты принял Иисуса, ты принял и Святого Духа. Потому что Дух Святой, когда ты говоришь, Иисус, приди в мое сердце, апостол Павел говорит, никто не может назвать Иисуса Господом. Как только Духом Святым, Дух Святой уже твое сердце развернул в этот момент. И Он уже здесь, внутри тебя. Когда ты принимаешь Иисуса, ты принимаешь Святого Духа. Он внутри тебя. А теперь Он готовит тебя, готовит тебя, очищает и освящает тебя. Друзья, я одну истину хочу сказать вам. Если вы мало что запомните всего этого, я хочу, чтобы вы запомнили одну истину. Первично Святой Дух, вторично мое очищение. Я поясню это. Это как паровоз и вагоны, которые тянет паровоз. Нельзя поставить вагоны впереди паровоза. Потому что паровоз едет, а за ним прицеплены вагоны. И Он тянет вагоны. Паровоз в данном случае – это Святой Дух, который внутри меня. Паровоз – это сила Божия, которая внутри меня. Это присутствие Бога в моей личности. Это голос Святого Духа среди огромного количества голосов, которые я должен научиться отличать от тысячи других голосов. Это чувства либо положительные, либо отрицательные, либо внимание, осторожно, желтый свет. Либо мысль. Вы знаете, как Дух Святой говорит? Он говорит очень часто абсолютно нелогично, выводя из твоего мышления вывод. Не то, что ты думал, 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 додумался. Нет, Он раз и дает тебе мысль. Очень часто это мысль, которая просто пришла ко мне. Но в этой мысли есть что-то, поднимающее Бога. В этой мысли есть движение вперед. В этой мысли нет тупика. В этой мысли есть выход из этого тупика, где я есть. В этой мысли есть что-то, что Бог остается просто Богом сверхъестественным. И эта мысль внутри меня приносит мне мир. Она созидающая. Так Дух Святой говорит. Он говорит каждому христианину. Вот что я хочу, чтобы мы запомнили. Первичен Он. Первична жизнь в Духе. Вторична мой характер. Вторична обновление моего ума. Вторична изменение моих поступков. И если кто-то из вас думает, я сначала изменюсь, а потом я приду к Богу. Или я должен все вот это оставить, тогда я буду Ему угоден. Ошибка. Ты должен, все, что ты должен, и я, все, что мы должны, это дать место Святому Духу. Это подчиниться Ему. Наличие Святого Духа внутри нас, если он унижен в тебе и во мне, если Дух Святой не имеет места в нашей жизни, если мы не обращаемся к Духу Святому, если мы живем по плоти, будучи крещены Святым Духом и называя себя верующими людьми, то наличие Святого Духа не является для тебя тем фактором, который изменило или будет менять твою судьбу. Что же является ключом? Ключом является то, когда ты подчиняешься Святому Духу. Когда ты отдаешься Святому Духу. Когда ты проводишь время со Святым Духом. Когда для тебя Святой Дух – это личность, это Бог, это утешитель, это ценность. Так же, как Надюшка для меня – это ценность. Просто наличие жены дома не означает, что я счастливый человек, но мои отношения с ней означают, что я счастливый человек, если эти отношения любовные, в согласии, в единстве. Если душа к душе, сердце к сердцу. Если мы понимаем друг друга, если мы чувствуем друг друга, если мы вместе смотрим в одну сторону, мы бежим вместе, мы наслаждаемся друг другом, нам просто хорошо быть вместе. Вот именно это является преобразующей силой всей моей жизни. И так не просто Дух Святой внутри меня, но я отдаюсь Святому Духу. Я посвящаю себя Святому Духу. Я подчиняюсь Святому Духу. Я хочу слышать голос Святого Духа. Я хочу поступать по Духу. Смотрите, в Библии это так ясно. Там написано, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Здесь последовательность очень важна. Не перепутайте местами. Не сделайте так, что не буду исполнять вожделений плоти. Не буду, не буду, не буду, не буду. Буду жить свято. Поворачиваетесь. А потом, да и силы нету жить свято. Как жить свято? Это вы проповедуете не грешить, не пить, не ругаться. Да оно само ругается. Нет, сначала отдай себя Святому Духу. Сначала поступай по Духу. Слушай Святого Духа. Я хочу привести в пример Марию. Марию, которая сидела у ног Иисуса и слушала Его слова. Интересно, Лука описал этот момент. И нам кажется, ну это был один момент. Я не знаю, как вы представляете себе, но у меня вырисовывается образ молодой девушки, которая после того, когда она сидела у ног Иисуса, слушала Его слова, Иисус сказал, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно тебе. Вот это одно. Это отдаться Богу, отдаться Духу Святому. Это просто остановиться, только одно тебе нужно. Мне не нужен твой обед. Я буду сыт просто присутствием Божьим. Ты пропускаешь самое главное в своей жизни за всей суетой. Остановись, Марфа. Остановись. Послушай, здесь есть все для тебя. Здесь есть пища для твоего Духа. Здесь есть обеспечение для всей твоей жизни. Здесь есть благословение и личной жизни, и финансовой сфере, и здоровье твоего, и всех контактов твоих, и друзей твоих. Здесь есть все. В этом пакете, в этом пакете благословения и Духа Святого есть все. Но он на первом месте. Отдайся. Марфа, Марфа, не бегай, не суетись. Марфа, остановись. Марфа, Марфа. Сядь здесь. Сядь здесь. Сядь здесь. Послушай. Не беги, не беги, не беги. Подожди. А я представляю себе, Мария, после этого молодая девушка. Кончился тот день, кончился тот вечер, и Иисус пошел в другое место. Вы думаете, где вы найдете Марию? Она сидит просто дома. Я так не думаю. Я думаю, она идет за Иисусом. И вы найдете ее в другом месте, где она просто не отходит от Него. И снова сидит он к его. И снова слушает его. То есть это не разовое переживание. Это постоянное переживание, когда ты получаешь от Святого Духа совет, силу, вдохновение, изменение мышления, изменение характера. Первичное общение со Святым Духом. Вторичное наши дела и поступки. В этом образе с Елиезером это видно так, что Елиезер выглядит жаждущим. Просто жаждущим. Он стоит и говорит, дай мне попить из твоего кувшина. Дай мне попить. Я хочу остановиться на этом. Братья и сестры, Дух Святой хочет этих общений с тобой и со мной. Он выглядит жаждущим. Он правда жаждет этого. У Духа Святого нет тела. Почему? Потому что у Него есть ты и я. Ему мы нужны. Если бы у Духа Святого было тело, то был бы еще один Иисус на земле. Мы все бы бежали туда, где Дух Святой. Он был бы в одном месте в один момент времени. А сегодня Он в каждом христианине. Я закончу, друзья. Нет времени рассказать еще несколько историй. Хотел рассказать. Может быть, Господь даст в следующий раз. Но я хочу закончить и с Коринфянам, 13 глава. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе послание Коринфянам. И здесь написаны такие слова. Смотрите. Апостол Павел говорит следующее. Он говорит. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Заканчивая так свое послание. Смотрите, что он говорит. Бог любит. Любовь Бога. Мы так и знаем Бога. Как любящего Отца. Потому что вся история спасения человечества – это история любви Отца к людям, к своему творению. Бог любит так сильно, что отдал своего Сына Единственного. А Иисус что? А как мы Иисуса видим? Любовь Бога Отца. И когда мы говорим об Иисусе, то там использует апостол слово благодать. Благодать – это незаслуженная милость. Это сила Божия ко спасению. Это сверхъестественное присутствие Бога, когда ты уже в тупике, а Он просто приходит к тебе. Это от Господа помощь. Это утешитель твой. Это советник твой. Это благодать, которую ты принимаешь. Ты принимаешь от Иисуса. Благодать в спасении. Благодать в исцелении. Благодать в освобождении. Благодать в разрушении всякого проклятия в твоей судьбе. Это Иисус дает. А Дух Святой, как апостол Павел описывает Духа Святого. Он говорит, а Дух Святой будет общаться с вами. Общение Святого Духа. Общаться будет с вами. Ты скажешь, я интроверт, я не хочу ни с кем общаться. Я вообще отдыхаю сам один. Но с Духом Святым-то ты можешь общаться. И ты захочешь общаться. Потому что это сладостное, приятное общение внутри. Созидающее тебя. Укрепляющее тебя. Как я общаюсь с Духом Святым? Я молюсь на иных языках. Апостол Павел говорит, что благодарю Господа Бога моего. Я больше всех вас говорю языками. Я молюсь на иных языках. А потом я и не молюсь на иных языках. Я просто перед ним стою. Превращаюсь в слух. Пытаюсь слышать Духа Святого. Молюсь на русском языке. Поклоняюсь Ему. Хожу перед Ним. Я размышляю с Духом Святым. Я обращаюсь к Святому Духу. Я прошу Дух Святой, дай мне мудрость. Дай мне Твое водительство. Дух Святой, покажи мне. Дух Святой, дай мне понимание. Дай мне разумение. Дух Святой, пойди передо мной. Дух Святой, сердца подготовь. Вот когда я буду говорить, подготовь сердца. Каждый раз перед проповедью я прошу Дух Святой, подготовь сердца. Чтобы я мог говорить, это слово пришло в жизнь, пришло в действие. Не просто слово, сказал пастырь. Чтобы это изменило судьбу, изменило жизнь человека. Дух Святой. Я обращаюсь к Нему. Я слушаю Духа Святого. Я молюсь на иных языках. Я пою Духом Святым. Я советую с Духом Святым. Я прошу, чтобы Он открыл мне ум к разумению Писания. Когда я читаю Библию, я прошу Дух Святой. Я не понимаю до конца, о чем здесь сказано. Открой, открой мой ум к разумению Писания. Дух Святой, открой. Написано, что пелена спала с их глаз. Сними пелену с моих глаз. У вас такое бывает, как раз. О, точно. Я не видел этого. Я не понимал этого. Это делает Дух Святой. Дух Святой наполни собою. Вы знаете, некоторые люди думают, что Дух Святой это просто сила, огонь или ветер, или просто проявление, или голос. Но Дух Святой это личность. И Он хочет общаться с тобою. И со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова